Улица Почтовая вновь открыта для жителей и гостей нашего города. Новый светлый тротуар, выстланный красивой плиткой, стилистически подобранные фонари, лавочки, клумбы, прохладный тенек. Ну что еще нужно для комфортной прогулки в жаркий летний день? Наша съемочная группа буквально прочувствовала эмоции людей, неспешно пересекающих под белку. Приятно, что городские власти вместе с активистами-общественниками приняли решение освежить Рязанский Арбат. Причем, если раньше депутаты и городское начальство не шло дальше обещаний и попыток отмахнуться пухлыми ручками от досужек горожан, то теперь все, как говорится, по-серьезному. Другими словами, такие перемены нашему городу были необходимы. Причем городская казна от благоустройства Почтовой не похудела. Самое приятное, что улица ремонтировалась не на деньги бюджета, она ремонтировалась на деньги горожан. Вот это вот я хотел бы выразить большую благодарность тем, кто принял участие, те, кто перечисляли деньги, те, которые подсказывали, помогали, вносили свои предложениями. Это вот самое главное, что есть в этой улице. Ну, наверное, надо поделиться с планами на следующий год. На следующий год будем делать Лыбидь и будем делать Центральный парк Культуры Водорфа. То, что наша съемочная группа вынесла свой вердикт по поводу ремонта на улице Почтовой, это, конечно, очень хорошо. И все-таки наше мнение не истинно последней инстанции. Хочется узнать мнение наших горожан и гостей нашего города. Как вам ремонт на улице Подвельского? Отлично. Обалденно, очень красиво. Мы идем и измущаемся. В хорошем смысле этого слова. Вот что вам особенно прям приятно глазу? Ну, все. Стиль, сам стиль сделанный. Фонари, лавочки. Все, конечно, и цветы, и все. И соответствующее, что офисы оформлены. Стилистикой. Да, да, да. Прекрасно все. Ну, очень нравится. Да, да, очень хорошо. Уж не зацепишь ни за что, чтобы упасть. Во-первых, мне нравится очень тротуар. Вот все, как было. Фонари, все красиво так. Очень даже. Все в стиле, все светло. Все в стиле, да. Да, все так необычно. Особенно смотрю все на плитку. Какая необычная плитка. Ага. Такая, да. Очень хорошо. Деревья, что остались, все так же. Что вот тень. Хорошо все очень, да. Я вот сколько тут хожу, тут постоянно что-то огоражили. Там ограждение делали. Все равно, как не пройдешь, здесь BMW X6 стоит, там Land Cruiser стоит. А так, конечно, да, нормально. Еще вроде тут говорят, что Wi-Fi будет. Результат, как говорится, налицо. Ремонтом горожане однозначно довольны. Только хотелось бы, чтобы пешеходная подбелка оставалась пешеходной абсолютно для всех. Ведь исторический центр Рязани тем и хорош, что все в нем гармонично. И обстановка, и антураж, и атмосфера. Припаркованные иномарки в общую картину не вписываются никак. Только от нас зависит то, как долго почтовые будут радовать наши взоры. Потому как исцарапать скамеечки, подбить хрустальные глаза фонарям и набросать окурков на симпатичную плитку – это занятие отнюдь не того самого градоначальства, которое мы привыкли критиковать. Тут уж дело наше, пешеходное, простонародное. В своем городе, в своем доме грязь растить, к сожалению, дело нехитрое. Но с этим надо окончательно и бесповоротно расставаться. Каждому из нас. Прямо сейчас.